Местному эколого-биологическому центру равных в Татарстане, пожалуй, нет. Юные нижнекамцы получают здесь доп. образование по нескольким направлениям. Статистика говорит сама за себя. 90% воспитанников поступают в ВУЗы на бюджет. Гости побывали на практическом занятии школьников, посетили питомник, а замминистра экологии Татарстана получил памятный подарок. Примите, пожалуйста. От обработки сырья до готового продукта. Второй пункт программы – завод цельнометаллокордовых шин. За роботизированным производством пристально следят специалисты. Вот готовая покрышка проходит инспекцию на рентгентооборудовании. Замкнутый водооборотный цикл, система фильтрации, переработка отходов. Организации, экологической службы, предприятия, гости остались довольны. По вопросам экологии, мы задавали, мы остались довольны, потому что и вода у них оборотная, и водоснабжение, и выбросов нет. Застать полковников экологической службы со всего Татарстана на одном среднике – редкость. Но сегодня нашей съемочной группе улыбнулась удача. Специалисты взялись за лопаты, метелки и вышли на уборку сквера Лемаева. Таким образом они приняли участие в стартовавшей акции «Эко-весна-2017». Это символично, это польза и для нас, и для города. То, что мы сегодня все здесь собрались, пусть небольшой, но вклад мы свой внесли. Выделение и денег, и сами природоохранные мероприятия, которые проводятся в Нижнекамском муниципальном районе, заслуживает, конечно же, оценку пятерки. Рабочая поездка закончилась. Заседание на нем подвели итоги посещения промпредприятий и обсудили, в каких районах Татарстана можно наладить похожие производства без вреда для экологии. Еще одна тема стартовавшей в республике – санитарно-экологический двухмесячник. Его основная задача – к концу мая привести территорию Татарстана в полный порядок. Вадим Струминский, Ренат Харасов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».